Парк «Юность» именно под таким названием помнит центральную часть набережной взрослой поколения чистопольцев. Когда-то этот парк был одним из излюбленных мест культурного отдыха горожан. Конечно, и сегодня здесь в летнее время можно увидеть чистопольцев, прогуливающихся по дорожкам и отдыхающих на скамейках. Но раньше людей было больше, отмечают местные сторожила. Но совсем скоро это место будет просто не узнать. За его реконструкцию взялся депутат Государственного совета Республики Виктор Смыков. На одной из встреч в администрации он не просто представил предварительно проект будущего сквера, но выслушал мнение и предложение чистопольцев, которые обязательно будут учтены в создании парка. Главное, чем его начинить. И вот трудность еще заключается в том, что парк он необычный. Он сезонный. Он должен и летом работать, и зимой он должен служить. В связи с этим, конечно, где какие строения, архитектурные формы, как будут проходить дорожки. Потому что лето более-менее нормально, а зима – это снег. Его надо убирать. Это дополнительные расходы. И поэтому мы должны его так сделать, чтобы он нам служил, как я уже сказал. Круглый год. Вот от глаз очень много будет зависеть. Согласно проекту, вся территория будущего парка будет огорожена. Центральный ротон достанется. Рядом появятся еще две, поменьше. От центра вниз установят новую лестницу, которая дальше раздвоится. А посередине появится водопад. Любоваться им можно будет стоя на маленьких мостиках. Проект подразумевает и создание в парке детского городка, воркаута, смотровых площадок. По обеим сторонам предусмотрены парковочные места. Будет несколько входных зон, посадят кустарники, красивые фонари, скамейки и многое другое. Замечательное место для культурного отдыха в подарок получит Чистопольца от Виктора Смыкова. Отлично впишется парк и в генеральный план города по благоустройству набережной. Мы взяли центральную часть. Специально мы не меняли эту общую схему. Она осталась. Взяли центральную часть и застраиваем. Дальше, о чем он говорит, лодочная станция и так далее. Все это будет пристраиваться. Ничего нарушаться не будет. Вот это очень важно. Поэтому мы вписались в ту систему. Поступили предложения установить в будущем парке сцену, летний кинотеатр, танцевальную площадку и посадить зеленое насаждение. Работа началась, а результат не должен заставить себя ждать.